Театр начинается с вешалки. А детская школа театрального искусства – это настоящая взлетная полоса для творческого человека, основа для развития фантазии и способностей, которые заложены в каждом из нас от рождения. Три года назад в Прикурском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина была открыта детская театральная студия, в которой сегодня могут попробовать себя на сцене более 70 детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет. Кастинга как такового при приеме в нашу студию у нас нет. У нас скорее происходит такой естественный отбор. Приходят все желающие, а остаются те, кому это интересно. Интересно это и нашей сегодняшней героине – Людочке Сердюковой, которая, по мнению мамы, удивляла всех артистическими способностями практически с пеленок. На самом деле она у нас, когда еще совсем маленькая была, вот года три, она у нас была всегда в образе кого-то. Она была то принцесса, то она у нас собачка, то она у нас кошечка, то она цветочек, то балерина, то парашютист, то водолаз. Постоянно она была кем-то, никогда не была у нас Людмилой. Мы приходили, когда в гости к друзьям, нам всегда все говорили, что по этому ребенку плачет сцена. И поэтому, как только узнали о том, что есть такая театральная студия, на семейном совете решили – артистке быть. Причем нарочно! Может, надо было нарисовать медом по каше? Ёжика! Повыше! Детская театр-студия является не только начальной ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического развития. Занятия здесь всегда проходят по четко отработанному плану. Вначале это разминка, это упражнение на внимание, потом идет сценическая речь, небольшой кусочек, это артикуляционная гимнастика, различные дыхательные упражнения, и в конце уже больше идут упражнения на актерское мастерство. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу! И эта манера исполнения – точное выполнение заданий режиссера. Согласитесь, детская истерика, заказанная на публику, налицо. Еще раз то же самое стихотворение читаешь, прыгая через стул, но с закрытыми глазами и стул не трогая. Давай. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет, в речке мячик. Они перестают бояться публики, когда они начинают думать при людях, когда они учатся уже показывать то, что запомнили, и показывать так, как надо. Злые люди! И получают от этого настоящее удовольствие. Мне нравятся стишки, потому что все время ты придумываешь, как бы тебе сыграть ту или иную роль. Как у нас было в истерике. Ты можешь сделать свою фирменную мордочку, как ты плачешь, или фирменную мордочку, как ты истеришь. А еще здесь учат стрелять из пистолета почти по-настоящему. И ничего не боятся. Взяли все пистолеты. Тихо! Без лишних слов. Вы помните, что выстрел должен быть сильным, так, чтобы вашего противника на противоположной стороне сносило с места, да? Да, сюда. Итак, стреляем звуками «бах». Приготовились. Выстрел! Бах! Еще раз. Приготовились. Выстрел! Бах! Больше всего я боялась упасть. Когда я падала, когда надо было упасть, я боялась. Я не умела падать. Мне казалось, что сзади что-то невообразимо твердое и я разобью себе позвоночника. Теперь все страхи позади. Сегодня Людмила Сердюкова одна из самых талантливых юных актрис студии. Можно сказать, прима. Люда у нас, я бы сказал, не просто чудесный ребенок. Люда просто уникальный ребенок. Если нужно показать клоунаду, Люда выступает в роли клоуна. Нужно спеть песню, Люда выступает в роли солистки. Нужно показать какой-то серьезный, драматический или даже трагический номер. Люда справляется и с этой ролью. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Основная цель образовательной деятельности детской театральной студии дать ребенку возможность почувствовать себя личностью, развить свои творческие и художественные способности. Театр невозможен без эмоций и выразительности. Каждое занятие это тренинг, направленный на умение владеть своими чувствами. Как говорится, талантливый ребенок талантлив во всем. Хоть в риторике, хоть в хореографии. Но самое главное, на наш взгляд, в умении преодолевать трудности. В некоторых моментах, когда мы учили, я просто рыдала и говорила, мама, я не могу его станцевать. Но потом я нашла силы и станцевала. Очаровательная Магнолия в исполнении Людмилы, несмотря на сравнительную и большую роль в спектакле Чиполина, была действительно хороша. Ей, конечно же, нужно заниматься театром и идти дальше. Ну, может быть, даже если не театром, то связанным чем-то со сценой. Уж не поэтому, помимо оттачивания актерского мастерства, Людмила с раннего детства достаточно много времени уделяет и занятиям по вокалу. Занятия вокалом, как раз это именно та сфера, когда мы с детских лет ребенку прививаем этот навык публичного выступления. В жизни это очень необходимо. Солнечко в глазах, ветер в волосах, загружилось лето, танцать со мною. Чайки в волоках, небо на руках, из горячего весна. Само по строю будет... Не каждому из нас дано петь от природы, четко попадая в ноты. Но занятие вокалом для ребенка – это не просто постановка голоса, это прежде всего настроение. Для того, чтобы исполняемая песня по-настоящему заиграла на сцене, нужен не один час репетиций и отработок практически каждой музыкальной фразы. А ведь еще многим, чем хочется заняться по-настоящему. Например, научиться играть на музыкальных инструментах. Но объять необъятное сложно и для взрослого. Вот уж где действительно пожалеешь, что в сутках всего 24 часа. У меня просто времени не хватает. Получается, если все совместить в ряд, то я ухожу в 8, а прихожу в 10. Мне просто некуда. Но тем не менее, работоспособности и целеустремленности этой маленькой девочки можно просто позавидовать. В какие-то моменты было сложновато и совмещать и школу, и занятия. Приходили домой после второй смены, много времени занимало это все, уроки надо было делать. И были такие, когда мы с ней друг друга уговаривали, что да, трудно. Она мне говорила, мамочка, ну мы же справимся. Я ей тоже говорила, что мила, ну ты же понимаешь, что это же нельзя бросать. И не бросают, а наоборот, всякий раз стараются придумать дома еще какое-нибудь интересное занятие. Будь то интеллектуальное лото, игры с любимым котом и собакой, или рисование. Рисунки помогают поднять настроение. Если ты подаришь рисунок родному человеку, или другу, или подруге, позитив. Действительно, позитив. Это, пожалуй, визитная карточка Людмилы, маленькой курской звездочки, которая уже сейчас умеет ярко сиять на сцене. Сцена – это всегда буря эмоций и новые впечатления. И каждый ребенок в душе артист. Дети еще не знают стеснений и рамок, руководствуясь велению сердца в делах и поступках. Спешите уловить этот момент и направить его в верное русло. А мне больше добавить нечего. С вами была программа «Чудесный ребенок». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова